Алтайский Крайовый суд отменил обвинительный приговор бывшему главному редактору Каменских Известий Алексею Уфимцеву. Ранее Каменский городской суд приговорил журналиста к 3,5 годам принудительных работ по статье о присвоении и растрате крупной суммы денег с использованием служебного положения. О приговоре стало известно осенью 2022-го, когда в редакции прошли обыски, а самого журналиста сняли с должности главного редактора. Алексей и его коллеги считают, что это дело мотивировано критическими публикациями, в особенности про детский буллинг в Камне-на-Аби. Ну нельзя натянуть сову на глобус, кстати, эту фразу я использовал в последнем своем слове и в прениях. И как говорил Казьма Брутков, ну впихнуть невпихуемое, ну никак нельзя, поскольку нет фактов и нет доказательств. Однако в Камне-на-Аби ему все же вынесли обвинительный приговор, а в ноябре прошлого года Уфимцев подал жалобу в Краевой суд, где с заключением коллег из района судьи не согласились. Трактовка неправильное применение уголовного закона, она в принципе говорит сама за себя. То есть апелляционный суд отменили сам приговор по этой трактовке, что случается крайне редко. То есть они не уменьшили санкции, не переквалифицировали во что-то другое. Теперь дело вернули обратно в городской суд Камня-на-Аби. Рассматривать его будет новая комиссия. Тем временем, по словам Алексея, неофициально он остается главным редактором Каменских известий. За один неполный год управления под руководством новой команды эффективных журналистов и менеджеров, пришедших к нам на смену, редакция сработала в убыток. Была потеряна полностью торговая сеть, которую мы выстраивали и выкупали у Роспечати. По сути, ушли все районные газеты, которые печатались в нашей типографии. Большая часть старой команды ушла после изначального приговора, в знак солидарности. Журналисты основали собственный интернет-портал «Каменские новости». Сейчас проект входит в топ-13 СМИ региона по цитируемости по итогам 2023 года. А что касается дела против Алексея Уфимцева, мужчина не исключает, что обвинение еще захочет взять реванш. А значит, ставить точку в этом деле пока рано. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.